Музыка 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 Ещё раз здравствуйте. Меня часто спрашивают, почему начал заниматься музыкой? Почему именно флейта? Вроде как инструмент такой девчачий. Отвечая на первый вопрос, это моя мама артистка Томского симфонического оркестра, поэтому мои занятия музыкой никем и ничем быть оспорены не могли, конечно. А с флейтой история еще более интересная. Опять же, моя мама забеременев решила, что если у нее родится девочка, то будет играть на виоланчеле, как она, а если мальчик, то на флейте. Я мальчик, я с флейтой и все. Установку выполнена. Чуточку поздоровел уже, когда родителям меня не с кем было оставить утром, и мама постоянно брала с собой на репетиции. И классику я так слушал в живом исполнении, наверное, раз шесть в неделю, если даже не больше, если даже не восемь. И в этот же самый момент папа начинает меня брать на различные рок-концерты. Ну, вы сами знаете, что на рок-концертах происходит. Ну да, не подумайте, не подумайте о рок-концерте, которые там в полуподвальных наркопритонных помещениях. Это все добротные такие рок-концерты с участием звезд русского рока. И вот где-то, где-то в тот момент, наверное, и произошла сложность в моей жизни, что такой вот микс музыки в голове. И после этого, посмотрев видеоролик на ютубе с флютбоксом, я просто не мог не заняться данным направлением, объединяющим себе. Казалось бы, настолько разные направления. То есть битбокс как элемент, пятый элемент хип-хоп-культуры, который начал зарождаться, ну, только начал зарождаться в 80-х годах и получил развитие где-то в начале 2000-х. И академическую пронофлейте. Спасибо. И в заключении прозвучит еще одна композиция. Она, в отличие от того парня, который одет был в до-мажор, будет прозвучить в ля-миноре. И вот, собственно... Сочинение для флейты битбокса и фортепиано. Аплодисменты. Пoremодку и гидравые лампы шарики. В оценке гидравые лампы шарики. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok